Зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил министру просвещения Ольге Васильевой ввести пятилетний мораторий на изменения в единый госэкзамен. Это успокоит школьников, поможет им лучше подготовиться к сдаче ЕГЭ и, вероятнее всего, улучшит их показатели в обучении. Министерству просвещения России эта мера поможет сфокусироваться на национальном проекте образования, уверен автор инициативы. В МГИМО накануне заявили, что средний балл по ЕГЭ среди абитуриентов повысился. В центральных СМИ пиарят россиян-победителей всевозможных международных олимпиад, публикуют позитивное интервью со школьниками два человека на всю страну, сдавшими ЕГЭ на 400 баллов. ЕГЭ – это очень хорошо. Общественное мнение упорно готовят к тому, чтобы признать ЕГЭ как единственный, безальтернативный и на минуточку успешный формат образовательного процесса. Своим мнением об успешности ЕГЭ с накануне ТВ поделился историк-практик с автор проекта «Последний звонок» Евгений Спицын. Господин Чернышев представляет партию ЛДПР. Насколько я знаю, и Жириновский, и другие ЛДПРовцы, они всегда выступали за отмену ЕГЭ. Тогда не совсем понятно, что он предлагает. В качестве какой меры он предлагает это? Какой-то временной меры, которая преследует реализацию их плана по отмене ЕГЭ? Или это просто попиарится? Когда человек предлагает внести мораторий на изменение в ЕГЭ, значит, он соглашается с самим существованием ЕГЭ. Ну так вот и все. Вот у меня сразу возникает вопрос. Что? Программная установка партии ЛДПР изменилась в отношении ЕГЭ? Если это так, так надо об этом прямо и сказать. Что наша прежняя установка на отмену ЕГЭ, она поменялась. Что мы теперь ратуем за сохранение ЕГЭ, но предлагаем объявить мораторий на какие-то непонятные изменения в нем. Из центральных СМИ льется позитивная картина успехов образовательного процесса. Ну, другой-то мы не ожидаем, но каковы же успехи в образовании? Что дало ЕГЭ и что даст мораторий? Ничего он не даст мораторий, абсолютно. Потому что дело не в мораторий как таковом, а дело в том, что сама система ЕГЭ, она, значит, уже разрушила всю систему подготовки школьников и разрушила, по сути дела, всю систему преподавания предметов в школе. То есть у нас сейчас в школе учителя не проходят программу, не обучают детей и дают им знания, а натаскивают их, как борзых собак, на ЕГЭ. Потому что прежде всего от результатов ЕГЭ зависит благополучие самого учителя. Бальная система, его нагрузка, никто не будет пилить суп, на котором сидит. И никто не будет идти против системы. Сейчас учитель, который идет в класс, у него, особенно в старшей школе, у него в голове прежде всего сдачи ЕГЭ. И это определяет вообще весь вектор развития системы образования в школе, прежде всего в школе. А как вы не улучшаете ЕГЭ, оно все равно создает клиповое мышление. То есть это неспособность человека во всем объеме, во всей широте воспринимать тот материал, который он должен улучшать в школе. Это делает образование фрагментарным. Это не создает необходимые предметные связи. Ну и все такое прочее. Выходит, кто-то со стороны охранителей ЕГЭ настойчиво пытается вбить в головы граждан, что ЕГЭ единственный безальтернативный и на минуточку успешный формат образовательного процесса. И им надо этот успех закрепить. Естественно, они давно его достигли. Все, чего они собирались сделать с нашей системой образования, они давно и успешно достигли. Они подсадили всю систему высшей школы на баллонский процесс. Они подсадили всю систему среднего образования на ЕГЭ и так далее. Все успешно идет в нужном направлении. Разрушение образовательного пространства страны и дебилизации нации. Все отлично. И можно медальки выдавать. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и узнавайте новое каждый день.